Привет, Ютуб! С вами Ретро-Псих! Давненько не виделись, ребята? Сегодня я вот получил такую интересную коробочку от одного из своих подписчиков, и зовут его Дмитрий. Друзья, Дима хозяин небольшого интернет-магазинчика с различным ретро-стафом и комплектующими для первой Соньки. И вот эта коробочка как раз мне оттуда и пришла. Десять дней! Вы представляете, с Москвы до Ростовской области посылка шла десять дней. Ну, спасибо Почте России, что они хотя бы её не потеряли. Сколько посылок я видел в своей жизни, но чтобы вот так вот было упаковано с печатью, смотрите, вот печать здесь есть какая-то. Ребят, ну по красоте ведь, а? Ну что, я думаю, самое время эту коробочку вскрыть. Лично мне интересно, что же там такое лежит. Та-да-да-дам! 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 Та-да-дам! Так, ну что, ребята, вот я и вернулся. Сразу хочу сказать, китайцы козлы! А знаете почему? Потому что сегодня я получил с Алиэкспресс планочку оперативки, вставил её в комп, вроде бы всё заработало нормально. И сейчас, когда я записываю свой видос, у меня выпадает синий экран смерти. Звук, я думал, звук будет запорот. Благо, он сохранился хотя бы до определенного момента. Но да не важно. Вернемся к теме ролика. Посылочку я уже открыл, посмотрел. И, ребята, это реально космос. Давайте смотреть, что там. Просто посмотрите на это. Первый DualShock. Оригинальный. Сделан в Японии. Такой вообще стильный. Цвета морской волны. Он выглядит офигенно. Притом у него еще и идеальное состояние. Небольшие тут вот потертости на стиках. И все. Просто шикарно лежит в руке. Чуваки, это непередаваемое ощущение. Как будто я вернулся на 10 лет назад. Взял впервые DualShock в руки. Такой прям... Ну, эффект вау. Мой первый DualShock, который у меня с приставочкой был в комплекте, когда я ее купил. Он уже, конечно, так потрепался немного. Это корейский. А это вот японец. Не знаю, как вам. Лично мне первый DualShock, тем более вот этот вот цвета морской волны, да нереально вообще доставляет. Мне кажется, что он даже лучше третьего DualShock. Но это, конечно, мое личное мнение. Но, блин... Это просто... Посмотрите, а? Еще разочек. Зацените. Если ты такой же Sony Boy, как и я, у тебя есть PlayStation, ставь лайк. Так, теперь, думаю, пора проверить его в действии и сравнить заодно со своим оригинальным геймпадом. Погнали! Извиняюсь за телек такой, нетрушный. Я обычно играю на кинескопном телевизоре. У меня тоже Сонька, но он стоит на кухне, неохота туда все переносить, барахло. Обожаю эту игру. Кстати, если хотите увидеть на нее обзор, я с удовольствием сделаю. Можно даже стрим запустить. Я никогда стримы до этого не пробовал проводить. Но, мне кажется, была бы неплохая идея. Правда, у меня веб-камера не очень хорошая. Вот у нас управление переходит к нашему наикрутейшему герою. Сэр Даниэль Фортескил, если мне не изменяет память. Я очень давно не играл в эту игру. Так, ну вот, аналоги работают. Здесь правый аналог не используется, но я уверен, что с ним тоже все в порядке. Кстати, в первый раз в эту игру я сыграл на демо-диске, который был у меня с приставкой. Черный диск был Demo One 6, по-моему, назывался. И там был доступен только первый уровень. И мне все время казалось, что... Ну, если я буду очень быстро проходить и как бы бежать на пролом, то у меня будет больше времени для того, чтобы поиграть. Но нет, нет. К сожалению, я тогда не понимал, что демо-диск это строго определенное игровое пространство. И просто второго левела не было на диске записано. Потому что, ну, сами понимаете, много демок. Кстати, виброотдача работает. Сейчас, когда гроб из земли поднимался, джойстик вибрировал. То есть, с виброотдачей никаких проблем нет. Не думаю, смысла сравнивать со своим даже нет. Я не буду свой подключать, потому что... Ну, ощущения те же самые. Даже на этом поприятнее играть. Но это просто потому, что мой уже заюзанный. У меня резинки стиков уже все стертые. Такие пап трепались. А этот практически новый геймпад, сами вот посмотрите. Идеально вообще выглядит. Красавец. Так, ну я думаю, на этом пора заканчивать тестирование. То я уже что-то заигрался. Ну что, друзья. Вот такая вот сегодня у меня получилась распаковочка. Снимал впервые такой формат. Если вам понравилось видео, не забываем, как всегда, лайки ставить. На канал подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Там есть много чего интересного. Диме огромный респект. Все было упаковано идеально, надежно. Я еще заказывал вот такую вот карту памяти для PlayStation 2. Она тоже в идеальном состоянии, работает. Ну, я решил на ней не заострять внимание. Ссылочка на группу Димы будет в описании к видео. Заходите, может быть, вам тоже что-то приглянется в этом магазинчике. Ребят, цены реально у парня адекватные. Так что переходите по ссылочке и смотрите. Может быть, вам что-то и приглянется. Товар качественный. Проверено на себе. Ну, а я на этом буду с вами прощаться, ребят. До скорых встреч. Пока.